Друзья, всем привет! С вами канал Будды Гришна. Мы с вами очень много говорим о пенсиях, о пенсионерах, о пенсионном обеспечении, о недостаточности пенсионного обеспечения или социального обеспечения в виде выплаты пенсии. О том, что пенсия в 9, 10, 11, 12 тысяч рублей не является адекватной тем ценам, которые сейчас установлены и которые есть на продукты питания, на лекарственные препараты и так далее. Я наткнулся на статью, которая может быть вам интересна. Она называется «Новая индексация пенсии коснется миллионов россиян. Выплаты повысят задним числом». Эксперт объяснил, кто, сколько и когда получит. Мне кажется, что для пенсионеров это может быть довольно интересно. Вот что пишут. Похоже, для пенсионеров настали благодатные времена. Буквально месяца не проходит, чтобы власти не объявляли об очередной индексации пенсионных выплат. Ну, еще бы, знаете, объявляли бы об индексации и индексировали не на какие-то проценты, а на какую-то твердую сумму в размере 3 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. То есть, я уже говорил, что я выступаю за то, чтобы пенсия была 30 тысяч минимальная. И вот этой суммы рассчитывали уже дальше в зависимости от стажа. Потому что эта сумма, я считаю, минимальная, которая будет адекватна тем ценам, которые есть в магазинах, в аптеках и так далее. Кто-то справедливо опять в комментариях отметит, что если пенсия будет такого размера, какие будут цены и так далее. Друзья, ну, в других государствах есть пенсионное обеспечение, общесоциальное обеспечение на высоком уровне, цены на нормальном уровне. Значит, нужно учиться это делать. Значит, вот и на минувшей неделе случилось радостное событие, которое коснется по разным оценкам от 2,5 до 3 миллионов россиян. Госдума приняла сразу во всех трех чтениях закон о индексации пенсии военным пенсионерам на 8,6%. Причем произойдет индексация задним числом с 1 января 2022 года. Значит, друзья, ну, мне иногда задают вопросы, почему вы говорите в целом о пенсионном обеспечении. Расскажите вот про пенсии военных. Я, насколько понимаю, военные получают пенсии повышенные. Может, я ошибаюсь, если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. И поэтому я говорю в целом просто, в целом обо всем, так сказать, о всей этой сфере, связанной с социальным обеспечением в виде выплаты пенсий. Без каких-то отдельных категорий. Ну, разве что мы выделяли работающих пенсионеров и не индексацию им пенсий. Значит, комментируя принятый закон, спикер Госдумы Володин отметил, что таким образом пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года, который составил 84%. Я скажу свое мнение, мое субъективно оценочное мнение. Мне кажется, что инфляция не такая. Инфляция гораздо выше. Принятое решение, это вот на основе того, что я сам вижу, какие цены и как они растут. Принятое решение позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС, других силовых структурах. Закон касается около 2,6 миллиона человек, их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года. Друзья, это замечательно, когда пенсии, перерасчет идет, повышают бывшим силовикам. Но все-таки я думаю, что не стоит забывать в целом о пенсионерах, не только о бывших силовиках, но и в целом о пенсионерах, вне зависимости от того, кем работал человек. Потому что он мог быть не силовиком, но внес вклад гораздо больше, возможно, даже в развитие страны, нежели чем силовик. Изначально предполагалось, что военные пенсии в текущем году будут проиндексированы в октябре, одновременно с денежным довольствием военнослужащих, причем лишь на 4%. Но разгулявшаяся, не на шутку, инфляция заставила власти скорректировать объемы и сроки дополнительных выплат. Значит, не случайно Володин напомнил, что ранее аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских, неработающих пенсионеров. Принятый в январе Государственный Думы закон также имел обратную силу. Проиндексированные на 8,6% пенсии начали выплачивать с февраля, а за январь пенсионеры получили компенсацию уже полученной пенсии, отметил спикер. Теперь, судя по развитию событий, военные пенсионеры начнут получать повышенные выплаты уже в марте. В результате принятый механизм индексации сработает следующим образом. Сначала будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января по 1 октября. Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут еще на 4%, одновременно с аналогичным повышением денежного удовольствия военных. Чтобы сохранить военные пенсии после 1 октября 2022 года на уровне плюс 8,6%, также будут приняты необходимые меры. Комментирует новость Марк Гойхман, главный аналитик Телетрейд. Безусловно, он говорит, индексация пенсии военным пенсионерам на 8,6% выше официальной годовой инфляции благое справедливое решение, исходящее из соображений необходимости компенсации роста цен. Иначе была бы крайне нетипична для России дискриминация людей, относящихся к силам структурам по сравнению с гражданскими пенсионерами, которым ранее уже повысили пенсию на те же 8,6%. Друзья, я вот не могу понять, повысили здесь на 8,6% и здесь на 8,6%. Так нужно все-таки понимать, что военные пенсионеры получают больше все-таки пенсию, повышенную, чем невоенные или нет. Я вот не могу разобраться, напишите в комментариях. И еще я хотел бы сказать, что если даже устанавливают инфляцию на уровне 8,4%, а пенсию повышают на 8,6%, это фактически ее не повышают. Это фактически просто делают ее такой же, как она была, чтобы цены не сожрали, так сказать, эти деньги. То есть пенсия остается на том же уровне. Ну хотя бы можно было делать, чтобы немножко с запасом, чтобы чуть-чуть увеличивать ее, не 8,4% и 8,6%, 2,1%, а хотя бы сделать на 10%, на 15%. Ну это просто, понимаете, это называется пенсия, остается той же. То есть цены выросли, мы пенсию повысили, значит, а фактически мы просто сделали так, чтобы ее инфляция не съела. Мне это не совсем понятно, скажу честно. Значит, ну здесь многие аналитики высказываются по отношению именно военным пенсионерам, что это действительно разумно и так далее. Ну вот, к примеру, Андрей Лобода, директор по внешним связям Битривер. Индексация пенсии военным пенсионерам очень затянулась. Последние три года ничего обнадеживающего для заслуженных людей в отставке не происходило, поскольку прибавки к выплатам были весьма символическими. Лучом надежды Минфина залил военных пенсионеров еще три года назад, приняв амбициозный проект роста пенсии с 2020 года почти на 600 миллиардов. Но за красивыми цифрами стоят горькие детали. До сих пор на фоне рекордного профицита бюджета прибавка выходила не просто символически, а унизительной, а на максимум составила несколько сотен рублей. Такое отношение к людям неприемлемо, сейчас, похоже, ситуация сдвинулась с мертвой точки. По предварительным подсчетам в среднем военные пенсионеры получают около 25 тысяч рублей на руки. Но это пенсия выше, чем, если действительно так, пенсия выше, чем не у военных пенсионеров, естественно. И, соответственно, индексация другая. Если, например, 8,6 на землю, 10 процентов на 2,5 тысячи, и там, например, 10 тысяч человек получает. Сколько это? Тысяча. Прибавка почти в 2400 рублей для 2,6 миллиона пожилых людей существенная, говорит об усилившемся социальном векторе развития стран. Друзья, ну, вы знаете, такая статья, на самом деле, все положительно, все положительно. Вы знаете, конечно, хорошо, что прибавляют и так далее, но военные пенсионеры и так 25 тысяч, если получают, это неплохо. Я говорю о пенсии в 30 тысяч минимально, если получать 25, это более или менее еще куда не шло. За квартиру заплатил, значит, за квартиру заплатил, лекарства купил, в принципе, можно жить в общем и целом, да? Я считаю, что у всех пенсионеров должна быть пенсия 25-30 тысяч рублей. Не 10, не 12, не 9, не 11, не 13, не 15, а 25-30 тысяч. Тогда, еще раз повторюсь, это можно жить на эти деньги. Друзья, пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live и Инстаграм Будда Гришна Нижняя Почерка и Нечка на латинице, на русском Будда Гришна Три Российских Флага. Всем пока, друзья, до встречи.